Профессии бортпроводника вот уже более 80 лет. Изначально функции бортпроводника выполнял мужчина, а позже к работе начали привлекать и девушек. Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Чорч из штата Айова. В свой первый полет в этом качестве она отправилась 15 мая 1930 года. И сегодня в нашей студии очаровательный старший бортпроводник авиакомпании Якутия Виталина Ярыгина. Доброе утро, Виталина. Виталина, а вы помните свой полет? Я думаю, свой первый полет. Я думаю, такое не забывается. Это безусловно. Я помню, что даже накануне этого полета я не могла уснуть. У меня был рейс Якутск-Москва на Боинге 757. У нас было 198 пассажиров, полный салон. Я так волновалась о этом полете, что у меня все падало и валилось с рук. Даже когда мне просили стакан воды элементарно, я в такой степени волновалась. Я спрашивала, а вам тепленькой, прохладной или холодной воды? В такой степени пытаешься угодить пассажиру. И безусловно, конечно, бабочки в животе они по сей день есть. Каждый полет как первый происходит. Когда случился этот первый полет? Сколько лет уже? Это случилось 9 лет назад. Ничего себе, уже целых 9 лет. Виталина, сегодня какими качествами должен обладать бортпроводник? Вообще какие-то правила, они меняются со временем или всегда остаются? С каждым годом любой, наверное, профессии пытается усовершенствовать. Также и в профессии бортпроводника. Бортпроводников с каждым годом совершенствуют. Есть стандартные правила, которые соблюдаются испокон веков. Это, безусловно, должна быть коммуникабельность, знание иностранного языка, отлично, безусловно, безупречное здоровье. И необходимо любить свое дело и то, с чем ты занимаешься, профессию. Если ты влюбишься в небо, это будет постоянно в твоем сердце. Вы когда влюбились в небо? Это было еще задолго до того, как вы стали? Да, я изначально думала, что буду призванием айота медик. Я закончила медицинский колледж. Но получилось так, по иронии судьбы, что я выросла в Магане. А в Магане аэропорт. Прямо напротив аэропорта я жила. И, конечно, я каждый день видела, как самолеты возлетают, как самолеты приземляются. Я видела эту суету, наверное, вот это все, как люди идут с чемоданами. И, безусловно, мне это в сердце моем осталось. И когда я закончила медицинский колледж, поработав, наверное, год в своей профессии, я поняла, что небо меня зовет. Здорово. И вы пошли специально обучаться? Да. Я прошла кастинги, прошла медицинскую комиссию, отучилась в городе Москва. И до сих пор действующий бортпроводник. Но вообще долго нужно идти к этой мечте? Вот тем, кто мечтает летать, через что им нужно пройти? Ну, в первую очередь им надо пройти собеседование. Это стандартная процедура собеседования, подтверждение таких качеств, как ты себе преподносишь, как ты можешь из ситуации выйти, как ты можешь работать с людьми. Это, естественно, у нас комиссия это все смотрит. Смотрят наши инструкторы, бортпроводники старшие. Тесты на знания. И, безусловно, не только тесты иностранного английского языка, но и должна владеть разговорным иностранным языком. Ну и здоровье. Если у тебя есть это желание, то у тебя все получится. За 9 лет, наверное, вы облетели весь земной шар, не побоюсь это вам сказать. В какой стране? Практически, наверное, но еще есть места, которые я еще не покорила, города, где я очень хочу побывать. Благодаря своей профессии, благодаря, конечно, я компании Якутия, я побывала в таких прекрасных городах. Больше всего мне запомнилась эта Германия. Мы в Мюнхене, у нас командировка находилась 6 дней. Это, безусловно, красивый город. И, наверное, благодаря нашей компании я увидела ее с другой стороны, Германию. Также мне повезло, что мы с Германией сами вот своей группой, бортпроводниками, мы съездили в Австрию, отдохнули. Мы покорили Альпу. То есть, очень активно мы там проводили свою командировку. И, безусловно, это все было. Спасибо моей профессии и моей работе. Здорово, действительно. Вот прям рассказываете с такими горящими глазами. Но в какой стране еще не были? Куда вот метите еще где-то побывать? Где еще? Вы знаете, у меня столько раз была возможность побывать в Париже, но ни разу не была еще в Париже, во Франции. Потому что, когда мой отпуск подходит, и я уже целенаправленно хочу приобрести билеты и покорить, наверное, этот город, у меня что-то постоянно происходит. И я улетаю то в Азию, то в Таиланд с друзьями, то еще что-нибудь. И почему-то все мимо. И вот я думаю, что следующий свой отпуск, безусловно, я проведу в Париже. Здорово. Обязательно этого желаем. Спасибо. Виталина, но профессия, она вот... Понятно, что ты всегда в разъездах, всегда в полетах. Остается ли время для себя, для друзей, для семьи? Безусловно, конечно, моя семья себя не чувствует как-то ущемленно, что меня нет дома. У нас график работы нам позволяет и работать, и видеть города, страны, и также свое время уделять семье. То есть отпуск, все строго по правилам. Да, конечно. Как у всех нормальных людей. Но самая прекрасная в вашей профессии, за что вы любите профессию свою? Наверное, каждый полет, он до сих пор у меня происходит, как в первый раз. И это все очень волнительно. Я вот даже сейчас с вами разговариваю, да, у меня вот мурашки идут по коже. Каждый полет, он уникален. Уникален в том, что на взлете у меня до сих пор бабочки в животе, у меня щекотят в животе. И также на посадки, и прилетая в любимые города, в центральную Россию, такие как Санкт-Петербург, Москва. Вроде бы утро у тебя в Якутске началось, но у тебя утро повторяется еще и в Москве. И безусловно, это прекрасно, это плюс нашей работе. Что мы два раза встречаем утро, что у нас большая география полета. Я вот рекомендую. Италина, ну наверняка вы хотели бы поздравить своих коллег, да? Да, безусловно. Дорогие мои коллеги, от всего сердца хочу поздравить вас с Днём Бортпроводника. Желаю вам огромного чистого неба, и чтобы все ваши мечты и планы сбывались. И пусть авиация всегда будет в наших сердцах, и мы будем преданы своему делу. С праздником! Спасибо, Виталина. Я присоединяюсь ко всем вашим сказанным словам. Я вас тоже искренне поздравляю с этим прекрасным праздником. Оставайтесь такой же красивой, замечательной, общей телекоммуникацией.